Сибирские хаски Это очень популярная порода собак. Мне кажется, тем более должно быть обидно, что проблема катаракты данной породы начинает сейчас приобретать просто катастрофический характер. И причиной данной ситуации является именно работа заводчиков и крупных племенных питомников, которые, к сожалению, во многих случаях полностью игнорируют вот этот вопрос профилактики катаракты и вопрос сертификации по наследственным заболеваниям глаз у собак. Мы знаем, что на катаракту генетических тестов нет. Таким образом, единственным способом определения катаракты у сибирской хаски является сертификационное офтальмологическое обследование, когда врач непосредственно на оборудовании, проводя обследование, определяет, есть у собаки катаракты или нет. И только регулярно проводя сертификацию, только исключая из разведения собак больных катарактой, мы можем постепенно стабилизировать ситуацию и очистить породу от этого опасного заболевания. К сожалению, многие заводчики, многие даже крупные питомники не только не проводят сертификационных обследований, но и сознательно пускают в возведение собак с катаракты, больных собак, и при этом страдают не сами эти заводчики, потому что они получают прибыль, продавая больных животных, как здоровых. А проблемы возникают у обычных владельцев, которые покупают собаку как домашнего любимца, или у человека, который планирует заниматься выставками, планирует заниматься племенным разведением, и купив абсолютно нормальную, вроде как бы здоровую собаку, Через какое-то время он сталкивается с проблемой катаракты, собака начинает слепнуть, и вопрос не только в том, что выставочная карьера заканчивается, а человек вынужден тратить очень большие финансы на проведение хирургического лечения катаракты, для того, чтобы спасти собаки глаза и зрение. И даже при своевременном и качественно проведенном хирургическом лечении, давайте не будем строить иллюзий, даже хорошо прооперированная собака с катаракты, все равно она останется инвалидом по зрению, у нее будут определенные ограничения по физическим нагрузкам, и естественно, выставочная карьера и разведение для данной собаки закрыта. Мне очень грустно констатировать, что эта ситуация опять имеет место быть, и я искренне призываю всех заводчиков, владельцев хаски, руководителей крупных питомников, очень внимательно отнестись к данной ситуации, господа, давайте не будем друг друга обманывать, давайте не будем покупать поддельные сертификаты, давайте не будем вводить в разведение больных собак, потому что если проблема распространения катаракты будет идти теми темпами, которые она идет сейчас, мы просто можем вот эту прекрасную породу сибирской хаски просто потерять. Если все собаки будут больными, если все собаки будут слепыми, извините, кому эта порода будет нужна? Я надеюсь, что данный видеоролик напомнит, поможет кому-нибудь в понимании данной серьезной проблемы. Всего вам хорошего, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видео предоставлено Центром ветеринарной офтальмологии доктора Перепечаева, Москва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА